Друзья, коллеги, всех приветствую. Продолжаю знакомить вас с различным электрооборудованием, которое используется, работает на промышленных предприятиях. Сегодня у меня на обзоре вот такой вот милаха, смотрите, красавец. Это простое устройство, переносной светильник, но в непростом исполнении. У него куча всяких нюансов есть, о которых я хотел рассказать. Вообще нравится рассказывать о таких простых вещах, в которых просчитана каждая мелочь. В данном случае произвелся компания Горелтех от и до. И тут у него самая современная начинка, особенно касается светотехники. Не переключайтесь. Ну, для начала казалось бы, о чем здесь можно вообще рассказывать. Простой светильник подал питание, он включился, отключил, выключился. Не особо яркий для кого-то. Кто-то скажет, ну, можно купить и Milwaukee, и Hilti, и Bosch. Они стоят дешевле, светят ярче, легче, там больше всяких там наклонов, да, фишек каких-то можно придумать, настроек. Все это понятно. По поводу яркости, вот сразу хочу вам продемонстрировать. Вот я его уже подключил. Данный светильник на постоянное напряжение 10-36 вольт. Вот через блок питания я его подключил 24 вольта. Марка у него, кстати, CGR07-2480S. Вот 2480 это его свечение в люминах. Вообще их 5 модификаций по свечению. И самая большая больше, чем на 9000 люминов. Поэтому для любых задач он выпускать. То есть такое, видите, общее у него освещение. Не пучком направленное, да, а именно для освещения общего там помещения, каких-то площадей. То есть все это вообще проходит на компьютере. Все это моделирование в системе САПР, да, то есть эти кривые силы света, все эти пятна, все это, в общем, рассчитывается. Поэтому если он светит так, значит так надо, так задумано. 16 сверх ярких светодиодов последнего поколения и высокая светоотдача около 155 люминов на ватт. То есть специалисты могут прикинуть, насколько тут эффективна данная яркость вот этих светодиодов. Как я сказал уже, в взрывозащищенном исполнении, то есть можно использовать его во взрывоопасных зонах при работе. Ну это многие у нас промышленные предприятия, да, там, то есть в таких зонах, где возможно присутствие взрывоопасных газовых смесей с воздухом. Да, то есть и тоже на 10, вот 36 вольт, как я сказал. Есть на 220 вольт, то есть разные модификации у него, поэтому, ну в принципе не суть. IP66, это то, что он полностью защищен от пыли, от попадания влаги. Понятно, значит, макать никуда не надо в воду, да, но работает на улице и прочее. Кстати, вот по поводу аналогов, да, вот, тоже я читал отзывы. Hilti, Bosch, вот это пластик, все это дешевое, ну не дешевое, дешевле. Пластик, во-первых, он стареет, во-вторых, на солнце он стареет кратно быстрее, в-третьих, он очень сильно пачкается и если он испачкается в нефтепродуктах, в битуме, в гудроне, в смоле какой-то, его просто очень тяжело будет отмыть, даже запах, да. Тем более, такие вещи покупаются. Я, кстати, не говорю сейчас рекламу Горлтех, покупайте, нет, я просто рассказываю об особенностях таких вещей, такого полувоенного назначения, где каждая деталь, каждый винтик, там, изгиб, он оправдан. Вот, а если вы занимаетесь там ремонтом, где-то, да, на нефтезаводе, поставили его, макнули в какую-то лужу мазутную, что потом делать, да. Потом просто подходите, если у вас там пара спутник рядом, либо горячая вода, просто аккуратненько его помыли горячей водой, либо даже паром, без фанатизма, и он у вас нормально, в чистом состоянии. Здесь нет таких деталей, да, пластиковых, которые будут впитывать или даже вот растворяться. Поэтому для своих задач он вообще предназначен, ну, очень хорошо. Есть у него некоторые конструктивные, не то что недостатки, вот, например, здесь, да, болты, которыми регулируется, значит, положение его, наклон. А мне кажется, лучше было бы барашки какие-то придумать. Понятно, что у него нет выключателя, да, то есть, ну, зачем здесь выключатель? Выключатель – это дополнительный риск поломки. Хотите что-то дистанционно сделать, да, но, пожалуйста, есть второй кабельный ввод, либо шлейфом соединить, либо можно вывести кнопку. Вообще это без проблем. А вообще, конечно, когда ремонтная работа вот осуществляется, да, что-то куда-то залезть, подлезть, понятно, один человек это все не делает. Делают там по наряду допуску, два-три человека приходят, один, значит, включил провод, да, в специальной станции есть питающие, не просто ты вилку в розетку в окну, а специально взрывоощущенные разъемы. Поэтому провод можете, кстати, там, по предзаказу у них какой-то длины, даже там 20-30 метров, ну, это уже мелочи, либо сами сделать, это не суть важно. И, друзья мои, это металл, это хардкор, это аппаратура судного дня, это массивная такая штука, которая будет служить вечно. Опять же, у меня тут не магазин на диване, я просто рассказываю действительно о особенностях, вот в данном случае вот этого светильника. Стекло. Стекло. Вот сейчас откручу вот эту крышку и посмотрите вблизи, да, там, толщину стекла вот этого бронебойного фактически. Ну, соответственно, тоже клеммную крышку включу в клеммном блоке, да, посмотрим, как все подключается. Здесь у меня, как я сказал, уже блок питания, вот на 24 вольта я приспособил. Ну, на заводах обычно такие посты специально, да, пониженные напряжения, где взрывоопасные зоны. Далее еще пару слов, почему вообще такая цена, да, мне кажется, около 20. 45 тысяч такой штуковины стоит. Во-первых, это металл, да, во-вторых, это гарантия, а в-третьих, это рабочая температура от минус 60 до плюс 60. То есть там, где любой другой пластик просто от любого удара, там, уронили что-то, да, он рассыпется, лопнет. Аккумулятор, понятно, долго работать не будет, да, даже при минус 20, на какой аккумулятор работает долго. А здесь это металл. Плюс вот эти ребрени, это и массивность сама, да, это наиболее эффективное рассеивание тепла. То есть отведение тепла от вот этой матрицы, да, что наиболее критично. Высокая температура для любого светодиода здесь, а это уже предусмотрено. Что здесь еще? Небольшой крючок для наматывания провода. Ну что ж, друзья, давайте поближе буквально рассмотрим конкретно эту модель светильника. Расскажу немного еще об особенностях устройства и открутим крышку клеммного блока, посмотрим, как он подключается внутри. Значит, смотрите, под толстым стеклом, да, панель светодиодов, видите, четыре провода подходят. Это сделано для того, чтобы разделить светодиоды на две группы для большей надежности. И сейчас я вот крышечку, вот эту прижимную пластину откручу. И там тоже есть одна интересная деталь. Так, откручиваем последний винт, нержавеющие винты под шестигранный ключ с потайной головкой. И прижимная алюминиевая, значит, пластина. И вот, смотрите, вот оно стекло. Видите, здесь герметик, специальный герметик, ПГ-резьба F для герметизации, в том числе, кабельных водов. И весьма толстое стекло, надеюсь, сейчас вы увидите толщину. Вот, заметьте, да, толщину стекла. Оно само по себе достаточно прочное. Но еще и вот такое толстое. Там все внутри уже залито компаундом, поэтому смысла нет ничего ковырять. Да, это и не нужно. То есть, конструкция обеспечивает полную герметичность. Сейчас установлю на место эту прижимную пластину. И посмотрим, что находится внутри блока контактов. Кстати, кабельный вод под небронированный кабель. Под бронированный, конечно, тут не нужен, потому что шнур, ну, вернее, это провод, это не шнур. Шнур, он особо гибкого, да, такого устройства. Вот, поэтому тут предусмотрено. И, как я сказал, нет здесь выключателя, потому что он не нужен, да, представьте, такой суровый светильник. И внутри тут какой-нибудь торчит лишний элемент. Так, сейчас закручу и посмотрим, что находится внутри. Итак, друзья, открутил я крышку. Четыре винта нержавеющих. Аккуратненько снимаем. Здесь перемычку, не забывайте, да, в данном случае она садится на клеммник. И видите, на крышке дополнительно такая силиконовая прокладка для лучшей герметизации. Сторону надложу. Так, и здесь, сейчас поближе сделаю. Что видим здесь, какие элементы. Ну, приходит питание, садится на клеммник. И с клеммника уходит, значит, на драйвер. Драйвер светодиодов, это устройство, которое обеспечивает равномерное напряжение, ток, да, чтобы равномерно распределялось по светодиодам. И здесь вот такой элементик, это взрывозащищенный предохранитель. Гуралтеховский, я думаю, есть смысл нам парочку самим сразу заказать, ну, на всякий случай. А так это просто как дополнительная защита. Монтажная пластина, такой массивно-алюминиевая. Я думаю, здесь вы трудности не испытаете при монтаже, при подключении. Можете какую-то, тогда же, кнопочку подсоединить, если вдруг какая-то необходимость возникнет. Ну, либо подключить шлейф в данной светильнике. Так, ну, я думаю, друзья, все здесь ясно, понятно, да, как я сказал, затруднений возникнуть у вас не должно. Ну, что ж, друзья, вот таким получился сегодняшний обзор. Надеюсь, данное видео казалось для вас интересным и полезным. Если да, не забывайте, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И кто не подписан, те подписывайтесь на канал. Я пока желаю всем успехов в труде и безопасной работы. Пока! В этом мире столько всякого легко себя потерять. Субтитры сделал DimaTorzok